Но ответ свой начну с последнего. Что касается будущих отношений России и Украины, то тут очень трудно предположить. Все может длиться десятилетиями, потому что пресловутый крымский вопрос, он будет стоять, и пресловутый Донбасс, он тоже будет стоять между двумя странами. И как быстро это превратится в какую-то дипломатическую нормальную историю, какие-то отношения, хотя бы для начала, а не во враждебные какие-то отношения друг с другом. На этот вопрос, я думаю, никто не ответит. Что касается будущего Украины, то я тоже там бываю, знаю очень много мнений на этот счет. Но что касается моего мнения на этот счет, я считаю, что опять же, здесь не все так однозначно, как рассказывают здесь нам, наше телевидение, наша пресса, пропаганда, это слово такое ненавистное мною. На самом деле, я отвечу словами своей тещи, которая живет в Николаеве, на юге Украины, в русскоязычном регионе, как опять же здесь в России принято называть. Моя теща говорит, что никогда Украина не была так едина, как сейчас. Поэтому, я думаю, что за исключением вот этого жуткого очага войны, который там существует на части Донбасса, на части востока Украины, никакого предполагаемого развала, чего бы хотели многие товарищи, которые бежали оттуда с Украины, тут сейчас устраивают какие-то симпозиумы, какие-то несуществующие парламенты, несуществующие их в Новороссии. То есть этот проект просто, слава богу, не состоялся, потому что ни Одесса, ни Николаев, ни Харьков, ни Днепропетровск, ни Запорожье не поддержали этого всего. Поддержал только часть востока Украины, часть Донбасса. Поэтому, я думаю, что Украина будет едина, какой она и была, и, собственно, это, мне кажется, что характерно для всех славянских народов. Когда приходит беда, народ наоборот объединяется. Поэтому, я думаю, что не стоит мечтать некоторым товарищам, некоторым ястребам по эту сторону границы о том, что что-то там произойдет такое, что поможет, в общем-то, осуществить какие-то наполеоновские планы. Я думаю, что нужно об этом забыть и нужно как-то действовать в ту сторону, в которой, как бы, ждут люди, окажутся все-таки наши отношения. Потому что, ну, это же жуть какая-то, и это очень страшно, и это просто какой-то страшный сон происходит, то, что происходит последние полтора года между Россией и Украиной. Так что, в этом смысле, я думаю, что нужно не злорадствовать, нужно не учить ненавидеть друг друга, да, и не обзывать прекрасные мирные дружные народы, да, какими-то погаными словами, а нужно все-таки как-то смотреть в историю почаще и смотреть на вещи трезвыми глазами, неопиенными какими-то там сейминутными успехами, потому что, когда льется кровь, то эти успехи, в общем-то, проецируются как раз в этом самом красном цвете на руки тех людей, которые это все затевают. Так что я бы был бы поосторожнее на месте наших политиков. Субтитры создавал DimaTorzok